Заброшенный горнятский поселок, две штольни для добычи свинца и цинка и 814 тысяч тонн загрязняющих веществ отходов под ногами. Локация – верховье реки Кубань, поселок Эльбрусский, Карачева-Черкесия. Токсичное эхо вековой добычи и переработки руд, дошедшие до нас, отражают сейчас экологи республики при поддержке руководства Карачева-Черкесии. Об опасной эстетике заброшенного рудника в материале Фатимы Дауровой. В августе 1891 года началась промышленная разработка месторождения Эльбрус. Появился целый завод, рассчитанный на выплавку двух тысяч пудов металла в год. В первый день работы он дал 130 пудов свинца. Через четыре года переработали уже 38 тысяч пудов руды, которую продавали не только на рынках России, но и за границей – во Франции и Великобритании. В смутные годы революции и гражданской войны рудник был окончательно заброшен. И лишь в 1950 году его вновь запустили, присвоив имя «Поляна». Построили новую обогатительную фабрику, расширили поселок. К 70-м годам месторождение начало иссякать, и промышленную добычу решено было прекратить. Но «Поляна» не была заброшена сразу. Ей нашли другое применение. Трудно поверить, что в этих заброшенных зданиях когда-то находилась учебная база Московского горного института, и здесь кипела настоящая научная жизнь. Ну а сейчас остались только развалины, как напоминания о былых временах. Для цели учебно-полевой практики функционировала шахта студенческая. Она короткая, всего несколько десятков метров. Сейчас в ней находят тень в жаркий день, пасущиеся на поляне животные. В свои лучшие времена рудник предоставлял горную массу, которая проходила первичную переработку и обогащение флотационным методом. Отходы обогащения, хвосты, частично использовались в виде закладок горных выработок. Большая часть хвостов складировалась на хвостохранилище, расположенном на правом берегу Кубани. Объем накоплений составляет около 370 тысяч кубических метров. Иными словами, на территории немногим больше 5 гектар расположено 814 тысяч тонн опасных отходов. На борьбу с ними вышли экологи республики при поддержке руководства Карачаева-Черкесии. В рамках нацпроекта «Экология» мы проводим здесь рекультивацию фастохранилища Эльбургского. Здесь были отходы 3-4 класса опасности. И вот на два года мы его распределили и проводим. Благодаря главе мы вошли в этот нацпроект «Экология». В результате разрушения старой дамбы происходит смыв хвостов ливневыми и талыми водами в главную водную артерию республики Кубань. Поэтому приоритет ее безопасности для руководства республики не оставляет никаких сомнений. Эльбургский рудник относится к одним из старейших горно-рудных центров Карачаева-Черкесии, который прошел все этапы развития. От разведки, эксплуатации, переработки горных руд, истощения и, наконец, закрытия. Сейчас он находится на одной из последних фаз рекультивации хвостохранилища. За моей спиной вы можете наблюдать, что сейчас идут работы по берегоукреплению, чтобы отходы не могли попасть в реку. Численность населения, которое находится под угрозой негативного воздействия объекта, составляет по подсчетам специалистов более 150 тысяч человек. Поэтому вхождение проекта Министерства природных ресурсов и экологии республики по рекультивации хвостохранилища в национальную программу «Экология» оказалось своевременным. В этом участке ведутся работы по рекультивации особо опасного объекта накопленного вреда окружающей среде. Работы начались в этом году в рамках нацпроекта «Экология». Проведение и реализация этих работ позволит улучшить качество жизни более 20 тысяч человек и вернуть сельхозоборот порядка 6 гектар. Поверх хвостов уложат геомембраны и слой почвы, на которой высеют потом траву. На этом же участке будут законсервированы устья Штолин, разобраны руины производственных зданий. Сейчас полным ходом ведется строительство 800-метровой дамбы, которую затем облицуют плитами. Завершить полную рекультивацию планируют в следующем году. Вот так завершается эпоха советского рудника, который вместе с десятками тысяч других по стране в свое время помогли стать Советскому Союзу самой передовой и могущественной горно-металлургической державой мира. Фатима Дорова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевский городской округ. Субтитры создавал DimaTorzok